Приветствуем вас, друзья! Сегодня у нас целых 5 вкусняшек. Первая вкусняшка это немецкий марципан, приготовленный на основе дробленого миндаля, миндальной муки и миндального масла. Далее у нас идет шведская карамель Дэйм, внутри с хрустящей карамелью, покрытой молочным шоколадом. А также, самое главное на сегодня, это шоколадка Вонка из того самого фильма про Чарли и шоколадную фабрику. А также, посмотрите, какая интересная кола к нам поступила и пришла она к нам из Канады. Синенькая со вкусом кленового сиропа, а розовая со вкусом малины. Ну что, приступаем к обзору? И первым мы откроем марципан. Марципан это европейский десерт, приготовленный на основе дробленого миндаля, миндальной муки и миндального масла. А также, данная новинка у нас называется как картофельный марципан, потому что внешне они похожи на маленькие картофельные. А внутри, как вы можете увидеть, уже тот самый дробленый миндаль. Но в данном случае здесь уже идет миндальная мука, потому что прежде чем сделать десерт, мы превращаем ингредиенты, то есть миндаль в основном, в миндальное тесто. Из миндальной муки, миндального масла и дробленого миндаля. И пробую, друзья, с вашего позволения и за ваше здоровье. Картофельный марципан. Это блаженство. Впервые, когда вы попробуете марципан, первые 3 секунды вы вкус немножко не поймете. Все дело в том, что вкус напоминает косточку из от абрикоса. Вот настолько нежный, немножко фруктовый и ореховый вкус. Но вот послевкусие и начиная где-то с середины вкуса до послевкусия, наступает просто блаженственный момент. Насыщенный вкус ореха, миндального масла, миндальной муки, очень вкусно. Поэтому каждому, друзья, рекомендуем хоть раз попробовать настоящий немецкий марципан. И вторая новинка на сегодня, это шведская карамель Дэйм. Друзья, помните, раньше Дэйм очень много делала коллабораций с такими брендами, как Кэтбурри, Милка, Орео. Различные конфетки от Дэйм можно было встретить. Сейчас, к сожалению, в России Дэйм практически не представлено. Но вы, друзья, наши же покупатели попросили привезти что-нибудь от данного бренда. И мы его, пожалуйста, добавили в наш ассортимент. И сейчас я его для вас открою и попробую. Сегодня у нас Дэйм в форме маленьких-маленьких зернышек. И вы можете увидеть, что они все довольно необычные формы. То есть форма у них практически не повторяется. Взрывная карамель, твердая, покрытая молочным шоколадом. Вот сейчас, позвольте, я ее попробую, да, отсоединить. И вы можете увидеть, что внутри именно твердая карамель. Она хрустящая, немножко взрывающаяся и немножко солоноватая. И сейчас я ее для вас попробую и расскажу. И пробую несколько зернышек дробленой карамели Дэйм. Хрустящая. Прям немножко взрывающая. И вот, как только вы раскусили карамельку, буквально через 2 секунды вслед вступает молочный шоколад. Шведский молочный шоколад. Он немножко напоминает по вкусу шоколад Марабу. Вы сейчас видите на экране тоже довольно хороший шоколад. И у них также есть коллаборации с шведской карамелью Дэйм. Так как оба все-таки европейских бренда. Ну и, ребята, я хочу сказать, что прекрасное сочетание сладкого, соленого и карамельки. Обалденное. Да, прекрасно. И с вашего позволения, друзья, приступаем к нашей вонке. Почему к нашей? Потому что мы ее производим сами. Для нас ее отливает кондитер по нашему рецепту. Шоколад очень качественный. Вы сейчас состав видите на экране. Никаких растительных жиров, никакого пальма масла в ней не присутствует. Очень качественный, хороший, вкусный, натуральный шоколад. И также хотелось бы сказать, что официально вонку нигде не производят. И вы можете сейчас подумать. Но я где-то видел шоколад, например, из Испании вонка. Да, действительно, есть испанская вонка. Но ее также производит кондитерская частная, как и мы. Поэтому официально вонку сейчас, на данный момент, нигде не производят. Но так как запросы от наших покупателей были, мол, ребята, достаньте вонку. Очень хочется вонки. Мы подумали, ну если нигде официально не производят, в Испании кондитерская сама производит, поставляет, да, в различные страны продает, то мы также можем свою сделать. Почему бы и нет? К тому же это довольно качественный шоколад. Мы давненько хотели сделать именно свой хороший шоколад. И тут попался момент, и решили сделать вонку. Она также у нас с гравировкой. А вот испанский шоколад, он без гравировки, но тоже с золотым билетом. И у нас золотой билет. Но только мы золотой билет прикладываем в каждую вторую шоколадку. И если вам попадается золотой билет, вы получаете от нас вкусняшку. В фильме, конечно, золотой билет давал вам шанс попасть на шоколадную фабрику в Вилле Вонке. Но мы вам даем, так скажем, от нас небольшой комплимент. Это либо пончик, батончик, шоколадка, вафелька. В общем, что-то очень вкусненькое и символическое. В общем, друзья, билет мы прикладываем в каждую вторую шоколадку. И он вам может тоже попасться. Если он вам попался, пожалуйста, об этом нам сообщайте. При формировании следующего заказа, если вы живете в Владивостоке, можете прям просто так прийти. Показать нам билетик. Билетик оставляете себе, и мы вам выдаем вкусняшку. То есть не обязательно что-то нужно покупать, чтобы получить, так скажем, вкусняшку за билет. И, соответственно, вонка у нас, вы видите, выполнена в красивой гравировке. То есть сам дизайн упаковки мы взяли из самого первого фильма, кажется, 71-го года, про Вилли Вонку. Так фильмы называются. Вилли Вонка и Шоколадная фабрика. А вот уже гравировку от шоколада мы взяли со второго фильма, как раз таки Джонни Деппом 2005 года, который, я думаю, многие и видели. И этот шоколад у нас, посмотрите, он очень красивый. Не обращайте внимания, друзья, что здесь присутствует белый налет. Это пробники, то есть шоколад, который идет у нас на продажу, он абсолютно нормальный. Для нас кондитер присылает шоколадки, и они, допустим, при транспортировке ломаются у нас. Мы их не отправляем дальше на переплавку. Я говорю, я найду им точно применение, оставляю их у себя. И просто вот у меня дома, не знаю, ну шоколадок 20 уже лежат. И я их с удовольствием, всей семьей, мы их на утро, на завтрак, либо на обед всегда в кашу. Либо просто чай попить, добавляем. Потому что шоколад очень-очень качественный, хороший. И мы изначально хотели сделать шоколад. Не просто шоколад в оберке Вилли Вонка, да, как делали многие поделки в России и за границей. Просто распечатывали на принтере этикетку Вонки и оборачивали уже туда обычный, там, какой-нибудь пористый шоколад. Или какого-нибудь другого бренда. Нет, мы сделали свой шоколад очень качественный, чтобы он был хороший на вкус. И когда я лично первый раз попробовал первую Вонку, я ее попробовал. И учитывая мой большой опыт в шоколаде, учитывая, что я каждый, каждую вкусняшку здесь перепробовал. И, друзья, поверьте, опыт у меня в шоколаде довольно немаленький. Я был крайне удивлен, насколько качественный, молочный и очень чистый на вкус получился шоколад. Конечно, с каждой партией мы его еще дорабатываем, делая вкуснее, более идеальным, сбалансированным. Но вот данная партия, она, наверное, будет последней. И уже в последнее время, кто будет брать шоколад у нас, в ближайшее время точнее, это будет идеально выработанная формула нашего шоколада. Именно таким, каким его представлял каждый зритель такого чудесного фильма, как Чарли и шоколадная фабрика. Хоть я и вонку, друзья, пробовал нашу уже не один десяток раз, но все же на камеру я еще раз ее попробую. Она, кстати, внутри с хрустящей, взрывной, действительно взрывной. Не просто хрустящая, что прям взрывалась во рту карамелью. Такого я лично давненько не встречал ни в одном шоколаде. Та же Дэйм, она не настолько взрывающаяся. Здесь прям она похрустывает, взрывается во рту. В общем, это очень вкусно и приятно. Давайте пробую. Вот знаете, ребят, я сейчас жую шоколад, и прям внутри карамелька, она прям шипит, похрустывает, взрывается. Это как раньше, помните, были шипучки в пакетиках, мы их насыпали в рот, и они у нас шипели. Я не знаю, слышно ли сейчас на камере, но у меня такой же эффект во рту. Я просто радуюсь, как ребенок, потому что это прям действительно отсылает в детство. Каждый раз, когда я пробую нашу вонку, когда я пробую шоколадку Вилли Вонки, я радуюсь действительно как ребенок, потому что очень качественный, вкусный, чистый шоколад. И кто не особо предпочитает шоколад, потому что он довольно сладкий, то, ребята, наша вонка, она практически не сладкая. В ней в основном присутствует вкус, именно тот самый вкус молочного, настоящего, натурального, домашнего шоколада. Домашний не потому, что он готовится дома, а потому что он готовится не на фабриках, не на заводах, да, а потому что он делается руками нашего чудесного кондитера, точнее, отливается. В общем, друзья, с вонкой закончили, она в наличии, но разбирает невероятно быстро. Мы именно по этой причине не стали ее новую упаковку открывать. Во-первых, потому что у меня очень много дома пробников, так скажем, вонки. Ну, пробников в кавычках, потому что я еще раз объяснил, если к нам приходит поломанный шоколад, я его просто себе забираю, мы его не отправляем на переплавку. Вот, ну и вонку довольно быстро разбирают. Вот даже сейчас в магазине я смотрю, но осталось от силы 10 шоколадок, а партия на этой неделе поступила к нам из 60 плиток. Поэтому очень быстро разбирают, поэтому, друзья, поторопитесь. И переходим к последней на сегодня новинке, но не менее важной вонке. Это новая кола из Канады, розовенькая, со вкусом малины, а синяя со вкусом кленового сиропа. И самое интересное, что они выпущены специально по провинциям. То есть розовенькая у нас выпущена в провинции Британская Колумбия, которая находится в Канаде. А синяя у нас, она из провинции Квебек. И самое интересное, что у нас надписи не только на английском, но еще и на французском языке. Все дело в том, что в Канаде проживают граждане не только англоговорящие, но и, например, в провинции Квебек довольно много граждан, говорящих на французском языке. И теперь, друзья, с вашего позволения, позвольте я открою Коваколу из Канады, попробую и расскажу для вас, какая она на вкус. Итак, первую баночку я пробую со вкусом малины. А это оказался кленовый сироп. В общем, ребята, хочу я что сказать. Кленовый сироп очень вкусный, необычный и преобладает интересным древесным кленовым, слегка сладковатым послевкусием. А также у него присутствует легкая, еле заметная горчинка именно древесного такого оттенка. Очень вкусная, необычная. И теперь пробую с малиной. Малина, конечно, довольно яркая, совершенно другой вкус. Можно сказать, обратная сторона этой колы. Ягодная, сочная. И малина, кстати, чувствуется только на тот момент, пока Кока-Кола у вас еще во рту. Как только вы ее проглотили, малины будто и не было. И это даже хорошо, потому что вы можете насладиться этой сочностью малины, когда она у вас, так скажем, эта кола во рту присутствует. Вот я ее проглотил, и послевкусие именно Кока-Кола остается. Но как только вы пробуете или подносите к рту данный напиток Кока-Колу со вкусом малины, то малина прям врывается очень сильно в ваши рецепторы. Но если мы берем про послевкусие, то, конечно же, здесь кленовый сироп. Что бы я выбрал в первую очередь? Ну, не знаю даже, они обе вкусные. Если я хочу сегодня освежиться ягодным, ярким, насыщенным вкусом, то, пожалуйста, малина. Если я хочу что-то более необычное, терпкое, древесное, то, пожалуйста, кленовый сироп. И, друзья, действительно, обратите внимание на кленовый сироп, потому что мы смотрим по статистике продаж, все же в первую очередь берут малину. Кленовый сироп действительно очень обалденный, вкусный и достойный. Ну что, друзья, данный выпуск подошел к концу. Всем большое спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и встретимся с вами уже в следующем выпуске на следующей неделе.